Поздравляю команду «Енисея»! Поздравляю команду «Енисея»! Они действительно сделали нашу работу тяжелым. Прежде всего, он поздравляет команду «Енисея», что они играли хорошо и сделали для нас трудную игру. Но, в самом деле, я верю, что мы пытались в целом, что мы пытались взять наши глаза с нашими руками. Он также понимает, что у нас были конкретные ошибки. У нас все мы видели, но не могли взять игру в наши руки. Перед игрой он сказал, что мы должны взять эту игру энергией, друг от друга играя хорошо в защите, помогая друг другу, потому что первая игра в сезоне всегда непростая. Но, в самом деле, мы были очень плохо влиянием из-за того, что Анна Круз и Глория Джонсон приехали два дня назад. И все, в самом деле, были немного неизвестны. У нас две иностранцы, Круз и Джонсон, приехали буквально два дня назад. И поэтому у нас было небольшое непонимание во время игры. И чувствовалось недопонимание. Но, благодаря Богу, что качество игроков и двух игроков есть разница. И мы победили только качество, и ничего. То есть, в этой ситуации вы просто возьмете победу, и уходите домой, и уходите домой. И уходите в следующий раз. В нашей ситуации, для нас главное сейчас, что мы выиграли эту игру и приедем домой и как бы исправим свои ошибки все. Поработаем надо с ошибками. Спасибо за исчерпывающий комментарий. Вопросы будут? Вопросы. Мы не ожидали такого сопротивления от команды, которая в прошлом сезоне заняла девятое место. То есть, значительно отстает по рейтингам. Вы ожидали такого хорошего игрока от команды, которые играли на ночь в прошлом году? Нет, я не ожидал такого плохого игрока от нас. Он не ожидал такой плохой игры от нас, скорее всего. Первая игра домашняя. И я боялась, что волнение будет у девчонок. Потому что я не знаю, на самом деле, где проще стартовать – дома или на выезде. Вот. Потому что, допустим, сегодня были игроки, если можно, я не буду назвать фамилию, но я впервые видела, чтобы вот так вот, да. То есть, ну, явно было волнение у некоторых игроков. Вот. Потому что что-то для меня даже новое было сегодня, к сожалению. Вот. Игра такая, я не знаю даже, что сказать, по этой игре. Я не думаю, что лучшую игру показал Оренбург. Я знаю, что не лучшую игру показали мы. Вот. Наверное, для стартовой игры это нормально. Когда повели, да, начало четвертой четверти, ну, наверное, я не знаю. У меня сложилось такое впечатление, хоть я пыталась слить уверенность, такое впечатление, что, ну, сами не поверили, наверное, потому что у многих вообще первый опыт игры в премьер-лиге у игроков. То есть, сами не поверили в то, что они могут обыграть команду, которую, как бы, уверенно, скажем так, проигрывали в прошлом году. Практически весь состав сохранился. Вот. Нет только Диван и Бонар из прошлогоднего. Вот. И я все равно расстроилась, несмотря ни на что. Вот. Потому что можно было в концовке сыграть чуть иначе. Но мы допустили ошибки, я считаю, не вынуждены, опять же, суета, опять же, волнение какое-то. Защитник, ой, соперники более опытные, более опытные. Они лучше распорядились мячом. То есть их, скажем так, не болтало, не бросало, да. Они достаточно уверенно провели концовку, чего я не могу сказать о нас. Александр, ну вот тренер соперника ссылается на то, что все поздно приехали. Но если смотреть правде в глаза, то у них состав сохранился. Практически. Какой не сыграть. Все-таки это главный фактор? Вы согласны с тем, что… Я не знаю. Мне сложно комментировать, да. Состав сохранился. Я знаю, что многие взаимодействия прошлогодние играют. И тем более играли составом, который уже два месяца тренируется. По сути, добавилась Анна Круз, испанка после чемпионата мира, серебряный призер чемпионата мира. И Джонсон только доехала. Вот. Остальные готовились к сезону, обыгрывались только что, сыграли кубку ГМК. Поэтому, я не знаю, мне сложно комментировать. Его мнение… Мы можем уважать его мнение. Он считает, что это так, значит, это так. Объективно у нас сегодня девочки показали, что могут и в защите, и вклад открывать. Какого угодно? Объективно сегодня была не лучшая игра. Объективно. Я не знаю, как это выглядело с трибуны. Я знаю, что они могут лучше. Я видела их. Практически каждый игрок может сыграть лучше. И как команда мы можем выглядеть лучше. Стартовая игра, неуверенность в себе, недостаток опыта. Опять же, мы говорим об этом. Вот. Руки нельзя опускать. У нас сейчас очень сложный впереди период. Очень сложный. У нас одни разъезды и три выездные игры. Будет очень сложно, на самом деле, в ближайшее время. Сергей Александрович. Ну, вы не лучшие игры сыграли, не лучшие игры сыграли. Я думаю, что так. Но вот просто все равно посмотрим на показатели. Подборы у вас разные. Он вообще впервые за два года. Потому что вот в прошлом году, ну, я может быть не брать только под Москвой, вы проигрывали подборы все. То есть иногда вдвое практически. Это вот что? Новые игроки или какая-то специальная работа? Или что? Ну, новые игроки, может быть, новые игроки. Ну, плюс большая работа была проделана в плане физической подготовки, в плане движения. То есть действительно была проделана большая работа. Давайте вот по одной игре не хочется судить. Правда. Давайте посмотрим, как это будет, да, в динамике. То есть в следующей игре, если действительно мы будем. Ну, хотя я должна признать, да, наверное, вы правы. Потому что игры в предсезонке мы тоже практически, мы, наверное, щит не уступали нигде. Это правда. Ну, более, да, немножко народ поменялся. Более физически, может быть, крепкий. Более мотивированный. Не знаю. Ну, вот это приятный момент на самом деле. А вот о чем можно судить по первой игре? Или вообще не о чем? О том, что стартовое волнение, оно как было, есть, наверное, будет оно всегда судить по первой игре. О том, что я не очень люблю вот, да, вот сразу. То есть немножко нужно время, немножко нужно подумать. Потому что сейчас эмоции, они немножко, наверное, кажется, все плохо, и мы могли, и вот… Это было достойно с точки зрения борьбы, сопротивления. Вот за исключением, буквально минут трех, наверное, в заключительной четверти, когда, да, там, у нас попали поспешно, броски сделали? Да, броски, вроде бы, и свободные были. Ну, да, можно было, даже Катя, потому что она могла отдать пас под кольцо Саше Тарасову, но она пробила, она промазала. Хотя до этого вот мы играли… Ну, и вот это просто этот момент, когда мы удержались. Ну, это вот опять же говорит о том, что намного опытнее команда соперника, поверьте мне. Ну, недостаток опыта. О чем стартовая игра говорит? Нам как не хватало опыта, так его чуть-чуть и не хватает. Вот. Нам как волнение мешало, так оно и чуть-чуть мешает. Но, опять же, насколько быстро эти девочки, вот именно эти девочки, которые сейчас находятся в составе, насколько быстро они смогут справиться вот с этими всеми вещами, да, и извлечь полезное из каждой игры, в том числе и стартовой. Будет зависеть все, что дальше. Я не считаю, что случилась сегодня какая-то трагедия, да, что мы проиграли Оренбургу. Я не считаю, на самом деле, да. Я не хочу сейчас, рано, рано, да, поднимать какую-то панику. Вот. Впереди большая работа, очень много игр. Вот. И я очень надеюсь, я очень надеюсь, я верю, просто верю, что победы у нас будут, но они должны быть. Ну, вот еще вопрос. Девочки, все здоровы, без страха. Да вот, к сожалению, как раз не все здоровы. Есть небольшие проблемы у той же вот, у американки маленькая, у нее иногда ее беспокоит. Воробьева не тренировалась, может быть, на сегодня, поэтому, то есть я впервые вижу такие ее атаки, когда обычно она достаточно стабильна. Вот. Но последние несколько дней она не тренировалась. Была проблема не самая серьезная. Вроде бы мы ее прошли, но человек, можно сказать, вот сегодня играл, пропустив несколько в подготовке. Остальные вроде бы были здоровы. В предсезонке были матчи лучше семей? Да, были очень хорошие игры. Были хорошие. Были не хорошие, но были лучшие, конечно, да. Какая самая лучшая игра? Если честно, самая лучшая. Утена такая команда есть в Литве. Была лучшая игра, на мой взгляд, она близка была к идеальной. Это правда. Мы выигрывали очень много по ходу, хотя команда очень опытная. Шесть человек сборной Литвы. Мы выигрывали 30 с небольшим, в итоге 26, по-моему, мы выиграли. Очень хорошая игра была. Я до сих пор вспоминаю. Наверное, надо уже забыть. Но немножко это греет где-то, что мы можем. Еще вопрос? У меня последняя. Александр, вы изначально планировали, что у нас будут там присерпко-играть вместе или старт? Нет, не изначально. Состав долго искался, и не факт, что это дальше будет этот состав. Плохо скажется. Учитывая еще, что будем играть, естественно, в чужих стенах, что зал, я знаю, там абсолютно нам готовят маленькие, где стены и линии совпадают. Они тренируются, для нас это будет немножко непривычно, где балкон над залом, где кольца задраны. То есть для нас это будет не очень комфортно. Я знаю, что мы будем играть в неподготовленном зале, в котором они тренируются. У нас тут ставят такие условия. Да, ну вот один тот игровой почему-то по каким-то причинам, и я знаю точную информацию, что мы будем играть непонятно где и как. Спасибо.